Современные панельные дома, они абсолютно другие, не такие, какими были 20-25 лет назад. Если раньше города были однотонными, то сейчас у них появляется индивидуальность, свое лицо. Это формирует своеобразную атмосферу и облик каждого города, делает его современным и уютным. Меня зовут Сергей Шпилевский, я начальник специализированного управления ООО «Мопит». «Мопит» – это крупнейшая строительная организация в Республике Беларусь. «Мопит» проектирует и возводит жилые дома, коттеджи, а также гостиницы, бизнес-центры, детские сады, спортивные сооружения, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры. И все это из изделий собственного производства. У нас трудится 5800 человек. Всего в структуре 17 подразделений, которые выполняют весь комплекс строительных работ от проектирования до вручения ключей жильца. Я возглавляю специализированное управление номер 246 в структуре организации завод крупнопанельного домостроения и строительно-монтажное подразделение. Что нужно для того, чтобы построить дом? Прежде всего, это арматура и хороший бетон. У нас есть своя железнодорожная ветка, по которой к нам каждый день поступают вагоны с цементом и щебнем. Песок и арматура доставляются автомобильным транспортом. Все компоненты панели для строительства будущего дома у нас белорусского производства. Цемент из Кричева, арматура из Жлобина, щебень из Микошевичей. Все компоненты железобетона у нас проходят входной контроль. Цемент – это самый важный ингредиент в бетоне. Мы его отбираем, делаем сроки схватывания, водоотделение, проверяем на растяжение и на сжатие, делаем цементные балочки. В данный момент мы отобрали песок. Если большое количество гравия, то тогда он недопустим у нас в производство. А если идет однородное количество всех компонентов и модуль крупности соответствует, тогда мы протоколируем все и даем производству работать. В сутки мы расходуем 120 тонн цемента, порядка 15 тонн арматуры, 190 кубических метров песка и около 300 тонн щебня. На своей производственной базе мы делаем весь перечень железобетонных изделий для строительства жилых домов. Это железобетонные плиты перекрытия, внутренние стеновые панели, трехслойные наружные стеновые панели, внутренние перегородки, шахты лифта, вентиляционные блоки, лестничные марши и площадки. За сутки мы производим около 270 изделий. Это соответствует девяти однокомнатным квартирам. Без бетона не обходится ни одна современная стройка, будь то строительство небоскреба или создание садовых дорожек. Универсального рецепта бетона не существует. Все зависит от требований, которые закладывают проектировщики. По разработанным в лаборатории составам происходит автоматическое приготовление бетонной смеси. Самвод каждый день выпускает порядка 700 тонн бетона. Выпускается он очень быстро, замешивается порядка двух минут и сразу же дается на производство. Пока в одном цехе готовится бетон, в другом производится арматурный каркас. У нас арматура стержневая и в матках, кругленькая такая. Потом она выравнивается, нарезается в размер. Ну а дальше сварщики клещами специальными, сварочными сваривают их и по определенным размерам получается такой вот каркасик. После того, как приготовлен бетон и арматурный каркас, начинается процесс производства панели. Робот выставляет в автоматическом режиме опалубку для того, чтобы сформировать габариты будущего изделия, а также наносит разметку, по которой потом будут устанавливаться пластиковые канавы для электропроводки. В панелях мы сразу закладываем пластиковую трубку, по которым будут потом проходить электрические провода. Это очень удобно. Вы заселяетесь в квартиру, у вас уже все розетки на нужных вам местах. Панели мы выпускаем абсолютно разные. На дом идет более двухсот наименований. Все они отличаются прочностью, габаритами и толщиной. Мы используем технологию с применением систем магнитной опалубки, которая позволяет нам производить изделия по индивидуальным проектам. Вот, например, захотели две двери или окно в пол? Пожалуйста, все это мы можем. Мы предлагаем различные варианты как многоэтажных жилых зданий, так и малоэтажной индустриальной застройки. Это уже практически готовое изделие, не хватает только бетона. После того, как уложен бетон, начинается виброуплотнение. Это необходимо для того, чтобы создать плотную и однородную структуру, исключить расслоение бетонной смеси. Происходит высвобождение воздуха, он как бы пузырится на поверхности, выходит полностью из бетона, потом идет его зашлифовка специальной машиной, и получается идеальная поверхность в изделии. Здесь у нас такая большая духовка, изделия в ней запекаются, одновременно может находиться до 30 панелей. Умная машина сама определяет, когда изделие готово, и отправляет его охлаждаться. В нормальных условиях бетон набирает прочность в течение 28 суток. Тепловая обработка необходима для того, чтобы ускорить этот процесс. Находясь в камере при температуре 40 градусов в течение 12 часов, мы можем получить проектную прочность уже на следующие сутки. От каждой приготовленной партии бетона отбираются образцы, которые в последующем проходят испытания на прочность в лабораторных условиях. Специальный гидравлический пресс нагружает образец кубик размерами 100 на 100 миллиметров до критического значения прочности. Тут у нас нагрузка максимальная стоит и сдавливает, получается, определяет, выдерживает она нагрузку эту или нет. В конце испытания бетон должен треснуть. То есть если марка 200, она должна показать свои 100%. Если нет, мы оставляем в цеху до набора прочности. Может, это занятие 28 суток. Наша система заводского производственного контроля в 2017 году прошла оценку европейским нотифицированным органам. Сегодня мы имеем право экспортировать нашу продукцию в более чем 20 стран Европейского Союза. Все, наши панели готовы. И уже совсем скоро они поедут на стройку. Одновременно мы ведем работы на 8 объектах, поэтому туда изделия поставляются круглые сутки. Сегодня Мопит строит порядка 250 тысяч квадратных метров жилья в год. В основном это социальное жилье для многодетных. Мы специализируемся на строительстве трех типовых серий жилых домов. Это 9-этажные многоподъездные дома, 16- и 19-этажные жилые дома. Непосредственно мое управление строит 19-этажные столбики. В год мы возводим порядка 15 таких высоток. Технология возведения панельного дома проста. Это сборка по принципу конструктора. Уже готовые элементы, заранее установленные окнами и дверями, ставят друг на друга, скрепляя швы. Дом растет прямо на глазах. Здесь у нас растворный узел, где мы приготовляем раствор для монтирования панели. Добавляем песок. Добавляем сюда цемент. В течение 10 минут она замешивается, подается наверх и монтируется сразу панели на нее. Сейчас производится монтаж панели, которая станет полом в лифтовом холле. Ее вес без малого 4 тонны. И уже через 5 минут она будет на монтажном горизонте на 10-м этаже. У строителей есть своеобразный сленг. При общении с тропольщикой и машинистом крана используется понятие майна и вира. Майна – это значит груз нужно опустить, вира – груз нужно поднять. А знаете почему сделали? Потому что майна – слышно хорошо. А крикните вверх – не слышит машинист. Поэтому и пошло. Говорят, что эти термины перешли к нам от моряков. Точно это или нет, я не знаю, но мы их используем. Как идет монтаж? Что сделали за сутки? За сутки в вечернюю смену прошлую мы смонтировали 22 элемента чердачных. Мощная смена смонтировала 25 элементов тоже чердачной панели. Сейчас в данном месте производим кладочные работы. И также параллельно ведется монтаж стеновых панелей чердака. Хорошо, молодцы. Все знают, что поверхность нашей планеты не имеет от природы идеальных поверхностей. Поэтому именно геодезия в строительстве играет очень важную роль. Геодезия является гарантией надежности возводимого здания. Без предварительного проведения подобных работ ни один опытный строитель не начнет заливку фундамента. Мы показываем и размечаем, где и как ставятся плиты. И проверяем, правильно ли они поставлены в уровень, чтобы все было по нормам. Для этого мы используем специальные приборы, так как обычная рулетка не даст нам правильной точности. Катя, расскажи, насколько разбит горизонт, все ли отметки вынесены. Горизонт 14 этажа разбит на одну трезь. Это вот так вот. И даны отметки по высоте плит на всех плитах, которые на данный момент лежат. В наших климатических условиях могут быть за одну неделю как заморозки, так и оттепель. Конечно, людей волнует вопрос, а выдержат ли наши стены? Что касается бетона, здесь волноваться не стоит. Плотная структура бетона исключает проникновение внутрь влаги. Наружная стеновая панель состоит из трех слоев. Наружного слоя, слоя утеплителя и внутреннего защитного слоя. В данный момент мы его не можем увидеть, потому что слой утеплителя должен быть закрыт от воздействия прямых солнечных лучей. Что дает нам эта технология? В холодный период года данная панель сохраняет тепло в помещении, а в жару панель позволяет сохранить прохладу в помещении. И при установленной температуре выше 25 градусов в течение 10 суток квартира не будет прогреваться. Будет сохраняться прохладная, комфортная атмосфера. Наверное, не осталось уже точки на карте Минска, где Мопит не построил бы свой дом. Можно видеть отсюда все 19-этажные столбики. Это все наша продукция. Малиновка почти 2 миллиона квадратных метров. У Ручи чуть более миллиона. Да все районы список можно перечислять до бесконечности. Любой проект нашей команды – это слаженный труд профессионалов разных профессий и специальностей. От их знаний и умений зависит качество воплощения проекта в жизнь, его долговечность и надежность. На данной строительной площадке монтируются три дома. Сейчас мы находимся с вами на чердаке первого дома. Можем также видеть, как монтируются два параллельных дома, на которых сверху ничего не видно и непонятно. Но через два дня будет здесь монтирован этаж. Это наша типовая серия жилого дома. Серия М111-90, общей площадью 8,5 тысяч квадратных метров. На этаже расположено 7 квартир. Три однокомнатные, три двухкомнатные и одна трехкомнатная. Существуют различные модификации. Спросом среди покупателей пользуется планировка так называемая евро-двушка. Это вариант, когда однокомнатная квартира трансформируется в двухкомнатную путем присоединения кухни к гостиной. После того, как панели смонтировали и заварили, мы заделываем их раствором для их прочности. Если мы не заделываем этот стыд, будет гулять ветер, будет плохая звукоизоляция, будет холодно просто в квартире. А так мы все сделаем аккуратненько и будет тепло и уютно. Панели изначально с завода приходят гладкие, что не требует дополнительного оштукатуривания. Наши панели достаточно только пошпаклевать, и можно в дальнейшем производить поклейку обоев или покраску стен, что значительно удешевляет отделочные работы для жильцов. Покупатель может купить у нас квартиру в трех вариантах – без отделки, со стандартной отделкой и с улучшенной. На данном объекте использована стандартная отделка, на стенах оклеены бумажные обои, пол – линолеум, деревянные дверные блоки. Также из плюсов отмечу, что на данном объекте установлены деревянные оконные блоки, что более экологично и лучше, чем пластиковые. Стандартную отделку мы используем в основном для строительства социальных объектов, для многозетных и нуждающихся категории граждан. Лучшую отделку мы применяем во всех коммерческих объектах, на которых МОПИД выступает застройщиком. В нее входят обои под покраску, ламинат и отделка санузлов керамической плиткой. Если вы не строитель, сложно вам понять, все ли у вас в квартире хорошо. Я бы со своей стороны вам посоветовал в первую очередь обратить внимание на установку дверных блоков, отсутствие трещин, сколов на данных изделиях, отсутствие сколов на стеклах, на качество выполненной отделки в данных помещениях. Также в первую очередь обратить на качество установки оконных блоков, правильность их герметизации и хорошо ли выполнена регулировка данных изделий. Есть определенный набор инженерных систем и коммуникаций, которые должны в обязательном порядке присутствовать в продаваемой квартире. Вода, отопление, электричество, газовая или электроплита, сантехника, умывальник, раковина, ванна. От этапа котлована до заселения проходит в среднем 6 месяцев. Для каждого района разрабатывается свое цветовое решение. Здесь в Чужовке будут такие яркие, солнечные цвета. Желтый, оранжевый, бежевый. Нормативный срок эксплуатации панельного дома 50 лет. Гарантийный срок, который МОПИД дает на все свои объекты 5 лет. Но из практики могу сказать, что панельный дом простоит и 100 лет, и с ним ничего не произойдет. Современное строительство не стоит на месте. Сегодня на смену точечной застройки приходят проекты комплексного развития. Суть в том, что все необходимое должно быть рядом. Такой проект мы сейчас реализуем. Все, Егор, давай ПТМ-1.1. Привет, я тоже, я с ПТМ. Это будет жилой микрорайон «Солнечный», который находится недалеко от Кольцевой за Зеленым Лугом. Невысокие жилые дома, таунхаусы и коттеджи и сборного железобетона. В общей сложности 80 тысяч квадратных метров жилья. Здесь двухсекционный шестиэтажный жилой дом. Его главное преимущество – это подземный паркинг. Впервые в Беларуси мы это реализовали в конструкциях сборного железобетона. Лифт будет опускаться прямо на стоянку, и жильцы с комфортом смогут подняться в свои квартиры. Приоритет этого места – это создание новой концепции работы дом. Здесь планируется построительство детского сада, начальной школы, спортивных площадок, кафе и магазинов. Микрорайон предполагает закрытые от машины дворы, лифты на одном уровне с землей, проходные подъезды, благоустроенные ланч-зоны. Под нами находится гараж-стоянка. Это монолитное перекрытие стилобата, на котором будет выполнена эксплуатируемая кровля. Здесь будет газон, детские площадки, беседки, качели. Все, что нужно для комфортного отдыха. В проекте применяется ряд принципиально новых для Беларуси инженерно-технических решений. Мы применяем бесварочную технологию монтажа панелей. Ее главное преимущество в том, что сокращаются сроки строительства здания и увеличивается его долговечность. Кажется со стороны, что вот эта петля – это просто какая-то непонятная деталь. На самом деле, через эту петлю соединяются две панели. Вот эта арматура вставляется в стык. Она фиксируется там и заливается бетоном. Большое количество света, попадающее в помещение – это мировая тенденция. Здесь будут только окна в пол, которые будут выходить на террасу. Поэтому здесь будет достаточно комфортно проживать. На этаже расположено семь квартир. Свободная планировка, которая позволит жильцам будущим проявить свою фантазию и спланировать помещение так, как им захочется. Здесь предусмотрена квартира-студия, что предполагает совмещенную кухню с зоной отдыха и гостиной. Потолки высотой 2,90. Улучшенная шумоизоляция. Метражи 54 квадратных метра. Если брать в сравнение наши старые дома, то это соответствует двухкомнатной квартире. В этом доме на последнем этаже предусмотрены пентхаусы, которые имеют у себя в планировке огромные террасы площадью более 30 квадратных метров, на которых можно вечером отдохнуть, попить кофе, даже пожарить шашлык. Вариантов отделки фасадов может быть несколько. Это как простая покраска панели, так и декоративная штукатурка. Мы можем также и украсить фасад навесными плитами. Дома при этом будут совершенно разными, не похожими друг на друга. Все это зависит от пожеланий заказчика. Жилые дома будут затапливаться с помощью электричества. По сути, это первый для Беларуси проект в таких масштабах. Кроме всего прочего, есть так называемые системы рекуперации воздуха. Приточный воздух с улицы подогревается за счет отработанного теплого воздуха из помещения. За такими домами будущее. На Солнечном применена конструкция наружной стены, которая позволяет увеличить сопротивление теплопередачи практически в два раза в сравнении со всеми домами, которые построены у нас в республике в панельном исполнении. Это значит, что в два раза лучше будет сохраняться тепло в квартире зимой. У многих сложилось мнение о том, что панельное домостроение, оно себя изжило. На самом деле, это абсолютно неправда. С приходом новых технологий, панельное домостроение, оно приобретает вторую жизнь. Сегодня, если не вся Европа, то половина Европы точно строит дома из панели. Это быстро, это дешево, это энергоэффективно. Ведь все мы считаем свои деньги, в том числе и на отопление. МОПИД сегодня может строить все, это однозначный факт. И технологические линии, которые имеются у нас на производстве, они это позволяют. МОПИД – это мое первое рабочее место. Работаю уже 13 лет. Выбор профессии строителя был для меня абсолютно случайным. После окончания средней школы, в один из летних солнечных дней, я встретил своего одноклассника. Совершенно случайно в разговоре узнал о том, что он ездит подавать документы для поступления в приемную комиссию Белорусского национального технического университета. Строительный факультет. На следующее утро я с ним вместе поехал и подал документы. После окончания БЕНТУ я пришел на предприятие по распределению молодым специалистом в арматурный цех. Я прошел путь от мастера до руководителя специализированного управления. Путь этот не был простым, но всегда был интересным. Строитель работает с плоскостным проектом, а из плоскости надо поднять этажи и объемы. Без образного представления это невозможно рассмотреть. Это профессия, в которой постоянно нужно думать. От этой работы в будущем зависит безопасность людей. Говорят, что хороший отдых – это смена занятий. У нас в коллективе есть общее хобби. Мы вместе играем в хоккей. После работы это помогает нам расслабиться, отвлечься от сложных производственных вопросов. У нас есть своя команда с одноименным названием «Мопит». В прошлом году мы впервые заявились для участия в любительском чемпионате города Минска. Заняли там первое место. Мы действительно этим гордимся. Какая идет хорошо. Составы равные. Боремся. Посмотрим по результатам. В этом году у «Мопитов юбилей» нам 45 лет. Для предприятия возраст молодой, но уже, в принципе, можно подводить какие-то итоги. Это возраст зрелости и сформированного опыта. Мы строим не только в Минске, но и в областных центрах. Также большое внимание уделяем экспорту услуг. Много заказов выполняем на территории Российской Федерации. Каждый человек мечтает о своей квартире, о своем доме. И мы работаем над тем, чтобы эти мечты сбывались. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова